Вот здесь на слайде представлена медиана общей выживаемости за последние 30 лет с 80-го года. Вы видите, что при метастатическом колоректальном раке эта медиана увеличилась. Она была где-то примерно около 6 месяцев и уже перешла, в общем-то, такой критический для нас эмоциональный предел, как 2 года. И составляет уже около 30 месяцев. Все это произошло благодаря, в первую очередь, внедрению в клиническую практику новых противоопухолевых препаратов. Они здесь вот представлены. Вы видите, что в основе этого лечения, в общем, лежит торурацил или каварин, как было раньше. Затем появились новые цитостатики, иринотыкан, оксалиплатин, пероральный препарат капицитабин. И очень важную роль в увеличении этой выживаемости сыграло, конечно, появление таргетных препаратов в последние годы. Это антиангиогенные бевоцизумаб, афлиберцепт, это ингибиторы ИДЖФР, цитуксимаб, панитумумаб. И вот последний, по-моему, который был зарегистрирован, препарат реграфениб. Ну, вы знаете, что больные метастатическим колоректальным раком разделены на 4 группы. Первая, нулевая и первая, это группы интенсивного лечения. И цель лечения этих больных – радикальное лечение. То есть группа 0 – это больные, как правило, с изолированным поражением или легких, или печени. И больные резектабельные. Их можно оперировать, выполнять резекцию R0 и без химиотерапии. Но часто этих больных все-таки лечат, проводят предоперационную химиотерапию, затем операцию, затем снова химиотерапию. Первая группа – это больные, которым уже невозможно выполнить R0 резекцию, условно-резектабельные. И здесь, конечно, без химиотерапии не обойтись. Причем это лечение должно быть наиболее активным, чтобы перевести больных в резектабельное состояние. Ну и группы палеотивного лечения – вторая и третья. То есть группа вторая. Здесь, так сказать, больные могут иметь поражения, в общем-то, примерно такие же, как и в первой группе. Но имеется ряд негативных факторов, которые здесь показаны. И основная цель лечения – уменьшение симптомов заболевания, хотя резекции также рассматриваются. Третья группа – это пациенты, в общем, как правило, много леченные, сильно диссеминированные. И основная цель – это стабилизация и увеличение выживаемости пациентов. Но вот в прошлом году на ЭСМО была разработана, так сказать, стратегия выработки сценариев лечения больных метастатическим колоректальным раком. И выбор сценария зависит. Такие показатели включили, как молекулярные характеристики опухоли, цели лечения, токсичность таргетных препаратов, возможности применять ингибиторы ИДЖФР в поздних линиях и учитывается, соответственно, предпочтение больных. В общем-то, четыре линии лечения. И вы видите, что они включают в основном дуплеты лекарственные стандартные, то есть фолфокс или фолфери, препараты антиангиогенные, бевоцезумаб или афлиберцепт, и ингибиторы ИДЖФР, на которых мы сегодня в основном и остановимся. Потому что вообще проблема лечения метастатического колоректального рака, она крайне всеобъемлющая, очень крупная проблема. Здесь много очень аспектов, и объять необъятное нельзя, поэтому мы остановимся на определенных только моментах. Ну, первая линия лечения максимально влияет на результаты, на выживаемость больных. Здесь вот показана эффективность, частота объективного эффекта и выживаемость без прогрессирования при первой линии. Существенно ниже она при второй линии, но уже последующие и третья линии существенно ниже. То есть успех терапии первой линии является важнейшим фактором, определяющим продолжительность жизни пациента. И последовательность применения стандартных режимов, фулфокс, фулфери, проведены были в свое время различные исследования, которые показали, что последовательность применения режимов не имеет принципиального значения. Они, в общем-то, доказали свою сопоставимую эффективность в качестве первой линии лечения. И это же показано, в общем-то, и во времени до прогрессирования, кроме общей эффективности и общей выживаемости. Но колоректальный рак очень четко связан с сигнальным путем ИДЖФР. То есть это заболевание, при котором можно использовать таргетные молекулярно направленные препараты, потому что заболевание связано с сигнальным путем. ИДЖФР – это эпидермальный фактор роста, относится к ХЕР-молекулам, рецепторам, и имеет соответствующие леганды. Это ИДЖФ, то есть эпидермальный фактор роста, это трансформирующий фактор роста, это амфиригулин и другие леганды, которые, соединяясь с рецептором, с экстрацеллюлярной его частью, способствуют демеризации, что ведет к активации рецептора, и затем сигнал передается уже внутрь клетки, и на первом месте стоит белок РАС в сигнальном пути ИДЖФР. Белки РАС, вот они, как я уже сказала, первые на пути передачи сигнала от рецептора в ядро клетки. А от этого, в общем-то, зависят такие показатели, как выживаемость, пролиферация, метастазирование, инвазия и так далее и тому подобное. Молекулы белка РАС после передачи сигнала инактивируются. И, кроме того, РАС, в общем-то, располагаются в центре целой сети различных сигнальных путей и косвенным образом могут активизироваться также и эти пути, в частности, например, ПИ-3 киназный путь и так далее. Семейство РАС включает три члена – H-РАС, K-РАС и N-РАС. Для колоректального рака играют роль K-РАС и N-РАС. Для оптимального назначения препаратов из группы анти-ИДЖФР при колоректальном раке необходимо обязательно использовать диагностический тест определения мутации гена РАС. Раньше это было определение только K-РАС, но затем жизнь показала, что нужно определять не только K-РАС, а нужно определять и N-РАС тоже. Ну и вот при стратегии выбора первой линии химиотерапии метастатического колоректального рака в первую очередь ставится вопрос, нужна ли интенсивная терапия этому больному. Если нет, то назначают довольно мягкое лечение, возможно использование в час, и в том числе, допустим, БЕВАЦУЗУМАБА. А если необходимо интенсивная терапия, то есть речь может идти, допустим, об удалении метастазов в печени или изолированных, или в легких, обязательно определение мутации в генах РАС. Если они неизвестны, то проводится лечение каким-то стандартным дуплетом, и, возможно, анти-ВИДЖФР препарат. Если выявили дикий тип РАС, то здесь уже возможно применение анти-ИДЖФР терапии. Если есть мутация РАС, то применение анти-ИДЖФР терапии невозможно. Вот здесь представлены, в частности, результаты двух исследований Crystal и Prime с цитоксимабом, с панитумумабом, и как раз в зависимости от мутации КЕЙРАС, допустим, первое исследование Crystal с цитоксимабом, вы видите, что с цитоксимабом и медиана общей выживаемости, и медиана времени до прогрессирования существенно выше в комбинации по сравнению со стандартной химиотерапией. В исследовании Prime, нижняя строчка, здесь учитывалась мутация не только КЕЙРАС, но и НРАС. И вы видите, насколько изменилась, допустим, медиана общей выживаемости 26 по сравнению с 20 месяцами, то есть практически на полгода больше она, когда учитывалась мутация и НРАС, то есть ее отсутствие. А верхняя строчка, там просто исследование с определением мутации КЕЙРАС, разница существенно меньше. Таким образом, в исследовании Prime, вот при диком типе КЕЙРАС и НРАС, разница в медиане ПФС общей выживаемости, она более выражена, чем там, где исследовался только КЕЙРАС. И если раньше, допустим, определялось в среднем 40% больных, которые имели мутацию КЕЙРАС, и 60%, которые ее не имели, и могли получать анти-ИДЖФР-терапию, то когда стали определять мутацию всего гена РАС и НРАС тоже, то количество больных сократилось примерно на 10%, которые имеют дикий тип и того, и другого гена, и которым можно использовать эту таргетную терапию с ингибиторами ИДЖФР. И вот здесь, внизу в табличке, показано, в частности, при различных исследованиях, Prime, Peak, Crystal, Fire 3, где изучались и панитумумапы, и цитоксимап, и ретроспективно потом оценивали материал опухоли у этих больных, и было обнаружено дополнительные мутации, которых раньше, когда смотрели только КЕРАС, не видели. Вы видите, 17%, 23%, 15%, 16%. И, соответственно, медиана общей выживаемости у этих больных, она уже, вы видите, какие есть цифры, в частности, исследование ПИК до 41 с лишним месяца, но только приближается к достоверности. Остальные показатели, вот, допустим, Crystal, 28,4 месяца, медиана общей выживаемости, Prime, 26 месяцев, Fire 3, 33,1 месяца, и данные эти статистически достоверны. Ну, вот здесь как раз показано, что у больных при анализе РАС в исследовании ПИК выявили 23% дополнительных мутаций гена РАС. И вот при использовании этого лечения ввели новые понятия. Вот исследование ПИК, объективный ответ опухоли по критериям РЕЦИСТ оценивали, причем ранний ответ, это были исходные оценки размеров опухоли, и через 6-8 недель обязательно исследовали размеры опухоли, и было введено такое понятие изменение опухолевой массы по сравнению с исходным значением, Irritumor Shrinkage, это ИТС. Значит, и вот это понятие, это раннее сжатие, можно, или там уменьшение опухоли, оно предсказывает чувствительность к лечению и потенциальный наименьший размер опухоли. Очень важно, что это понятие введено, которое предсказывает наименьший размер опухоли, который может быть. Кроме того, есть такое понятие, как глубина эффекта, вот вы видите, DR предсказывает общую выживаемость, а чем больше ИТС, тем и больше глубина эффекта. И глубина эффекта предсказывает как раз общую выживаемость. Эти понятия, их ввели при этих исследованиях, и они сейчас четко играют существенную роль, поэтому ретроспективные исследования, более ранних исследований в области колоректального рака, их проводят и оценивают эти ситуации. Значит, ну вот если взять исследование ПИК, объективный ответ опухоли по критериям РЕЦИС, то есть оценка раннего эффекта, время до ответа, продолжительность ответа, глубина ответа, здесь представлены. И вы видите, что в исследовании ПИК группа с панитумумабом, это исследование, которое, в общем-то, напрямую связывало группу с панитумумабом и группу с бевоцезумабом, вы видите, что время до ответа, время продолжительности ответа и глубины ответа существенно отличались в меньшую сторону, то есть эффективность возникала раньше, она продолжалась дольше, и глубина ответа была более выражена по сравнению с группой пациентов, которые получали комбинацию ФОЛФОКС-6, модифицированную с бевоцезумабом. Ну а вот здесь представлены кривые исследования Прайм, вы видите, что здесь, к сожалению, плохо видно, дельта составляет 6,2 месяца, а медиана в группе с панитумумабом 26 месяцев, ФОЛФОКС-4, 20 месяцев, а в исследовании ПИК, ну здесь только приближается, имеется тенденция к достоверности, но тем не менее, извините, но тем не менее, общая выживаемость составила в группе с панитумумабом 41,3 месяца, а дельта, разница между группами 12 с лишним месяцев, то есть целый год дополнительной жизни получили больные. Ну вот здесь общая выживаемость в исследованиях Кристалл и ФАЕР-3, это с Сетуксимабом, вы видите, что здесь тоже в группе с ингибиторами разница налицо, что в исследовании Кристалл, что в исследовании ФАЕР-3, и дельта составляет в первом случае 8,2 месяца, во втором случае 8,1 месяца. Ну а вот здесь представлен дизайн трех исследований ФАЕР-3, ПИК и CLGB, где вот как раз прямое сравнение ингибиторов ИДЖФР с биовоцизумабом проводилось. И метаанализ затем показал, что общая выживаемость у пациентов с диким типом РАС включено более тысячи больных, 1103 пациента, имеют преимущество больные, которые получали анти-ИДЖФР-терапию по сравнению с больными, которые получали биовоцизумаб. То есть общая выживаемость у получавших в первой линии лечения анти-ИДЖФР, моноклональные антитела, выше по сравнению с первой линией получавших биовоцизумаб. Теперь о мутации БИРАФ. Мутация БИРАФ при метастатическом колоректальном раке является фактором негативного прогноза. Это не предиктивный фактор, это фактор прогностический, он коррелирует с уменьшением продолжительности жизни. Медиана общей выживаемости у больных с мутацией БИРАФ составляет 9-14 месяцев. Это второй эффектор после РАС в сигнальном пути, как здесь на картиночке показано. И чаще БИРАФ мутация встречается в 15-м их зоне, обнаруживается у 4-14% больных и не сочетается с РАС мутацией. Вообще все эти мутации, они взаимоисключающие. Если есть, допустим, КРАС мутация, то других мутаций нет. Если НРАС мутация, других тоже нет. Если есть БИРАФ мутация, других мутаций нет. Они все взаимоисключающие. И здесь просто разные больные показаны, когда мы показываем. На самом деле не бывает, чтобы были у одного больного и та, и другая, или третья мутация. И вот в частности здесь представлен дизайн исследования с ПАНИТУМУМАБом плюс ФОЛФЕРИ в первой линии терапии. Значит, данные ретроспективного анализа проводились, потому что исследование-то, в общем, раньше проводилось, и все это ретроспективно оценивали. Статус у генов РАС и БИРАФ в опухоли. И вот здесь показано, в частности, что 6,1% больных имели мутации БИРАФ. И объективный эффект у больных с диким типом РАС, он выше по сравнению с мутированным. И объективный эффект с диким типом РАС и БИРАФ, он также выше 68% по сравнению с мутированными, 37%. Вот здесь эти кривые, как раз статус РАС мутированный, вы видите кривая, и голубенькая – это там, где дикий тип. И то же самое РАС-БИРАФ, голубенькая – это там, где они, дикий тип, где нет мутации. Таким образом, мутации БИРАФ ассоциируются с неблагоприятным прогнозом при метастатическом колоректальном раке независимо от терапевтической опции в первой линии лечения. А в принципе, ингибиторы ИДЖФР, если показано их использование, если нет мутации РАС или БИРАФ, они используются и в первой линии лечения, и во второй линии лечения. Они используются в монорежиме у больных в третьей линии лечения. И некоторые больные на этой терапии довольно долго живут. И в заключение я хочу сказать, что за 50 лет своего существования лекарственная терапия метастатического колоректального рака прошла большой путь от эмпирического назначения отдельных препаратов и терапевтических режимов до персонализированного лечебного подхода, основанного как на клинических особенностях больного и течения болезни, а также молекулярно-генетических особенностях опухоли. Это позволило значительно продлить общую выживаемость, а в ряде случаев в сочетании с достижениями современной хирургии излечить пациента. Я благодарю вас за внимание и хотела бы поблагодарить организаторов этого мероприятия, которые пригласили меня выступить здесь. И, конечно, я помню Михаила Лазаревича Гершановича, прекрасного человека, остроумного, яркого, блестящего. Я думаю, все, кто, хотя непосредственно с ним не работала, но общалась, я считаю, достаточно часто. Царство ему небесное. Спасибо. Спасибо, Людмила Валентиновна. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok